Всем здравствуйте! Летом я выложил у себя на канале видео о заготовке косточек персика и абрикоса для выращивания деревьев из этих косточек или подвоев, соответственно, для персика и абрикоса. С того времени я уже сбился со счета, сколько получил комментариев, вопросов, когда же будем сажать косточки персика и абрикоса. Как говорил один мультипликационный и вообще литературный герой, спокойствие только спокойствие. Вот смотрите, сегодня у нас 3 октября, вот заготовленные мною все косточки, вот абрикос, вот персик интересный, вот здесь еще персики, слива, алыча, все заготовлено, все ждет своего часа. Сегодня 3 октября, повторюсь, осталось еще буквально чуть-чуть. Как только начнутся первые морозы, уже будем начинать сажать косточки, поэтому терпение, еще терпение. Но терпение и опять же готовьтесь к новому сезону. Сейчас я вам покажу, как я заготавливаю семечки, яблок, как это все у меня происходит. У нас осень в разгаре, плодов яблок и груш очень много и я практически каждое утро из яблок, груш и моркови делаю свежевыжатый сок. Добавляю еще туда банан, взбиваю блендером, получается просто изумительно. Кстати, делал по этому поводу видео. Вот попробуйте, полюбите я такой сок однозначно. Но я вот яблоки мою перед тем, как делать сок и проверяю, например, там где-то удаленное, где-то подгнившее, где-то какой-то дефект, вырезаю. Плюс я извлекаю из яблок семечки. Вот эти яблоки очень сладкие, осенние яблоки тоже идут на семечки. А вот эти кисло-сладкие, даже больше кисло, но очень сочные. Носок просто изумительный. И тоже хороший источник для косточек. Сейчас покажу, как это все происходит. Итак, я беру яблоко, обязательно которое упало само на землю. Очень хорошо, когда оно полежит на земле больше там, некоторое время. Даже если оно начинает подгнивать, это вообще не проблема, это даже лучше. Чем больше оно лежит, тем лучше. Потом беру яблоко, разрезаю на две части и смотрю, что там внутри. Внутри там есть вот косточки. Косточку в сторону. Опять беру и косточку. Можно сделать по-другому. Разрезать яблоко, то есть вот так вот резать. Не так, как я традиционно, а вот так на бок тоже. Ну, целые, не половину, а целые. И вот так. И вот здесь можно будет искать косточки. Вот сейчас. Вот чик. И вот здесь. Кстати, яблоко на яблоко не приходится. В некоторых яблок много косточек, в некоторых косточек мало. Ну, вот здесь не очень много. Давайте еще одно. Вот здесь побольше. Так. Чик, чик. Все очень... Давайте я отставлю. Все очень просто. Ничего сложного здесь нет. Нет. Так. И вот так. Вот здесь еще одно. Так. Два яблока разрезал. Что я получил? Раз. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Восемь семечек. Пускай будет схожесть 50%, хотя обычно больше. То есть, уже четыре саженца, семенца вы можете получить из двух яблок. Арифметика простая. Для изготовления сока я использую очень много яблок. Ну, как много там. Килограмма два, три. Поэтому за буквально несколько дней, за неделю можно запастись абсолютно для себя и для других даже семечками яблонь без проблем. Ну, вот, собственно, так это все происходит. Вот, смотрите. Несколько дней собирал семечки яблони. Вот. Этого мне для личного использования более чем достаточно. Но я хочу еще в этом году сделать закладку в диком саду яблонь. Поэтому собираю немножко больше. Сейчас поедем на место дикого сада. Покажу, что и как. Вот, смотрите. Это все старый карьер. Который уже не действует. И землю всю отдали от огороды. За мной. Вот плодородная земля, которую обрабатывает агрофирма. И между этой землей и карьером-огородами есть полоска земли. Вот сюда где-то метров шестьдесят пять. И вот сюда метров сорок пять шестьдесят. И вниз метров двадцать пять. Вот такая полоска есть в земле. Она никем не обрабатывается, никому не нужна. И зарастает какими-то сорняками. И я вот здесь хочу сделать... Я это называю дикий сад. Но это, скорее всего, в будущем должен быть какой-то лесосад. Это еще как бы нужно посмотреть. Не важно. Я хочу здесь посадить фруктовые деревья. И немножко это разнообразить нефруктовыми. Вот здесь один дедушка уже занимается такими вещами. Вот здесь посадил ряд берез. Потом, вижу, посадил липу. А я вот здесь хочу выше и сзади за мной посадить фруктовые деревья. Уже есть попытки. Яблонь пару посадил. Посадил пару черешин. Снимал об этом уже видео. Проект называется Лесосад. Ссылку на это видео дам внизу. Точнее, на плейлист дам внизу в описании к данному видео. Но здесь дикие условия. И здесь выращивать нужно только на семенном подвое деревья. То есть вот здесь я буду сажать вот эти все косточки абрикоса. Сеять косточки сливы, алычи, яблонь. И потом на это все прививать какие-то более-менее вкусные сорта и съедобные. И как бы будет такой вот сад. Ну, такая, по крайней мере, у меня задумка. Что будет из-за этого, даст Бог здоровья, увидим. Пока что вот так. Поэтому готовьте свои семечки. Если у вас похожие условия, если у вас нет возможности поливать, или вы живете в каких-то там регионах, где суровый климат, только семенной подвой. Никаких полукарликов, никаких карликов тем более. Только подвой семечки и косточки. Только так дерево выживет. В другом случае нету шансов. Собственно, такие вот планы. На сегодня это все. Спасибо, что смотрели. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»